Привет, ребят! С вами Ольга Сорокина. Вот такая вот посылочка, коробочка пришла мне аж из Владивостока сегодня. И я хочу поделиться с вами новым обзором маркеров. Итак, здесь нас ждут маркеры Touch New. Это маркеры с наконечником и кистью. Их 60 цветов в наборе. И давайте протестируем каждый маркер. Это маркеры Touch, но сразу говорю, что это не оригиналы, это аналоги. И при этом они довольно дешево стоят. То есть вот такой набор из 60 цветов стоит 3900 рублей на день записи видео. И что нам обещает Инстаграм Без Граней, который как раз мне и предложил сделать обзор на эти маркеры. Итак, маркеры Touch для скетчинга, самые низкие цены в РФ, быстрая доставка, подарок в каждом заказе и телефон. И действительно, ребята, мне прислали их очень быстро. Хотя это из Владивостока, вообще другой конец нашей родины. В Петербург мне это пришло меньше, чем за неделю. И курьером доставили на дом. Очень все удобно. Ссылка на Инстаграм будет в описании под данным видео. И давайте раскроем. Ну, во-первых, довольно удобный контейнер. Даже есть ручки, можно куда-то с собой возить, перевозить. На мой взгляд, достаточно это все удобно. И сейчас я выведу на бумагу каждый из этих цветов. И, кстати, вот как и обещали ребята, то, что в каждой упаковке есть подарок действительно так. Я так понимаю, что это какой-то коричневый линер. Посмотрим его. И что тут еще у нас ждет? Еще один линер. Еще одна ручечка. Ну, в общем, давайте все сейчас походу посмотрим. И для начала я хочу пройтись по цветам для интерьерного скетчинга. В принципе, я бы назвала этот набор универсальным. То, что я сейчас вижу. Я вижу здесь цвета, которые подойдут и для интерьерного, и для фэшн, и для городского скетчинга, и для ландшафтного скетчинга. Давайте начнем с самых-самых необходимых. Это, конечно же, с серой. Но лично, на мой взгляд, я без серых не могу. То есть, серые, они создают замечательную основу для любого скетча. И я сейчас отобрала все маркеры из этой коробочки, в которых фигурирует слово grey. То есть, здесь есть cool grey, холодные оттенки серого. Здесь есть warm grey, теплые оттенки серого. И два green grey. Это серый с зеленоватым оттенком подразумевается. И вот такой интересный brown grey. Я таких еще не видела. Так что протестируем. Итак, давайте начнем с холодных. Начну я с самого светлого. Смотрите, как здесь они нумеруются. Здесь есть двойка, четверка, шестерка, восьмерка. То есть, они скачут через один номер. И это очень удобно для того, чтобы показывать насыщенность теней, делать красивые растяжки. Давайте начнем с самого светлого. Cool grey номер 2. Итак, здесь у меня наконечник перышка. Тонкий наконечник. И наконечник широкий. Давайте обязательно я буду все это подписывать. Итак, cool grey 2. Начнем. Да, кстати, обязательно сразу проверяйте на бумажке, да? Когда вы будете тестировать, правильная сторона или нет. То есть, вот эта сторона неправильная, потому что на ней маркер сразу же размазывается. А здесь он моментально впитывается. Следующий у нас cool grey 4. Далее cool grey 6. И cool grey 8. Такой насыщенный прям графитовый цвет. Красивый, кстати, очень оттенок. Они имеют cool grey 8. Переходим к теплым цветам. У теплых цветов здесь, кстати, нечетные номера. То есть, теплый серый 1, тройка, пятерка, семерка. Вот так они скачут. Давайте пойдем с самого светлого. Опять начнем. Да, он действительно имеет такой более теплый оттенок. Его еще называют французский серый. Иногда в некоторых источниках. То есть, warm grey 1. Так их можно разграничить. Вообще, кстати, советую вам какую-нибудь такую табличку под маркеры отдельную делать. Или в своем скетчбуке, который всегда с вами будет. Чтобы можно было быстро заглянуть туда и посмотреть, какой оттенок маркера нужен вам в данный конкретный момент. Потому что маркеры по цвету на колпачках. И в реальности они довольно сильно различаются. Так, это у нас теплый серый пятерка. Warm grey пятерка. И семерка. Такие у них, видите, уже прям коричневые оттенки появляются. Теплый серый. Действительно приятный и благородный. Для интерьерного скетчинга это просто необходимость. Так, и теперь вот эти оригинальные, ребята, необычные. У меня еще не было таких названий. Green grey. Серый. С зеленым оттенком. И правда, вот здесь прямо просвечивает немножко мята. Green grey 3. И green grey 5. Сразу его выпишу. И протестируем. Да, вы знаете, очень красивый цвет вот этот. Просто такой серый с какой-то бирюзой. Так, и, да, последний наш необычный товарищ. 104-й brown grey. Я подозреваю, что это больше будет такой коричневый. А нет, вы знаете, у него какой-то цвет ближе к горчице. Но тоже этот цвет имеет все шансы очень часто использоваться у меня для интерьерного скетчинга. Итак, вот она подборочка сиры. В принципе, если вы знаете, что интерьерным скетчингом вы занимаетесь больше всего, я бы вам даже советовала вот эти серые выложить отдельно из этой коробки, чтобы у вас всегда был доступ отдельно к серым цветам. Единственное, наверное, brown grey я бы все-таки отнесла обратно потом в коробку, потому что он довольно сильно отличается от серого классического цвета. Больше из палитры каких-то песочных цвета охры. Еще сейчас я хочу протестировать, как этот маркер ложится на три типа бумаги. Первая, вот обыкновенная будет бумажка. Помним, да, что под обыкновенную бумажку, из-за того, что она не маркерная, под нее надо обязательно подкладывать другой листик, чтобы цвет не просвечивал. Давайте попробуем сделать накладку цветом, отрывисто, просыхает еще. Вот я чувствую, что такой немножко влажный. И, например, не отрывая. Маркер довольно плотно ложится. Давайте второй слой нанесем, посмотрим, как он будет себя вести. В целом, маркер довольно хорошо накладывается на обыкновенную самую бумагу. Вот, кстати, видите, да, что происходит? Обычная бумажка моментально пропускает маркер. Но вот на обычной бумаге цвет как-то больше скапливается по краям. Видимо, потому что я больше нажимаю на него. Так, следующий тест-драйв у нас на маркерной бумаге. Так, это у нас тонкий наконечник. Давайте толстым. Ну, маркерная, конечно, совсем иначе себя ведет. Поэтому, если вы всерьез занимаетесь скетчингом или планируете всерьез заняться, то не поскупитесь на маркерную бумагу. Она вам очень здорово сэкономит сами цвета маркеров. Жалко. Итак, это была маркерная бумага. И хочу еще протестировать в моем скетчбуке. Посмотрим, как здесь накладывается цвет. Вот из-за того, что сама фактура бумаги такая больше похожа на акварельную. Вообще, кстати, довольно плотно ложится. Он, как всегда, обычный скетчбук все пропускает. Итак, продолжаем дальше с интерьерным скетчингом. Какие же нам цвета дальше отсюда могут еще понадобиться. И вот такой вот отряд маркеров с благородными цветами я подобрала из этой коробочки. То, что, на мой взгляд, по колпачкам, как минимум, по цвету колпачков подойдет для интерьерного скетчинга. Давайте я возьму в две охапки цвета, которые я вижу, что очень хорошо подойдут для интерьерщиков, для дизайнера интерьера. Потому что они благородные, запыленные, много серых, много оттенков охры, много благородного оливкового зеленого и красивые коричневые. Давайте их посмотрим на бумаге, как они работают. Так, ну и давайте продолжим тему зеленых. Вот здесь у меня оливково-зеленый, оливгрин, потом 42-й бронзгрин и 43-й дип оливгрин. Давайте посмотрим, как они на бумаге отработают. Так, тоже, да, видите, похож немножко на браун грей, но такой чуть-чуть больше в болотную зелень он уходит. Тоже очень красивый оттенок. Затем у нас идет 42-й бронзгрин, бронзовый. Ох, какой он насыщенный. Я даже бы не подумала, что он такой темный, интересный цвет, прям такая болотная тоже трясина. Бронзгрин. В интерьерном скетчинге такой цвет понадобится. Так, кстати, в ландшафтном скетчинге. Так, вот этот товарищ у нас прям дип оливгрин, такой изумруд. Я бы даже сказала то, что вот этот вот и вот этот больше для ландшафтного скетчинга. Дип оливгрин. Итак, с зелеными разобрались. Давайте дальше отсюда возьмем, например, желтые. Тут их не очень много, но такие в смысле желтые, благородные оттенки, я имею в виду, в которых охра, да? Не вот эти вот, такие солнышки яркие, веселые, а то, что поблагороднее. Итак, вот Dark Yellow, как он смотрится у нас. Ох, прям, знаете, похоже на сицилийский желтый, такой желто-оранжевый цвет. 31-й Dark Yellow. И 49-й Pastel Green называется. Да, кстати, тоже, да, видимо. Давайте сюда его лучше внесу, к зелени нашей. Так, тоже приятный цвет. Тоже, скорее всего, для ландшафтного скетчинга он больше подойдет. Pastel Green. Тоже обведу его. Так, теперь разбираем оттенки коричневого. Давайте начнем, например, с 21-й. Терракота. Терракотовый цвет. Предполагается, что это цвет красной земли. Терра – это земля. Итак, 21-й Терракота. Дальше у нас идет... Potato Brown. Какое-то название классное. Картофельный коричневый. Коричневая картошка. 103-й. Potato Brown. Так, дальше у нас Brick Brown. Это у нас кирпич коричневый. Давайте тоже здесь, чтобы у меня все поместились сюда. Такой, знаете, цвет больше на английскую красную похож. Ну, или, правда, какой-то обожженный кирпич. Brick Brown. Следующий – Burn Sienna. Это сиена жженая. Сиена жженая. Так, пусть коричневые тоже будут отрядом здесь. И вот эта сиена жженая, она имеет несколько похожий оттенок. Бронз грин, кстати, если что, но здесь чуть-чуть больше коричневого. То есть на колпачке не очень соответствует цвет тому, что в реальности. Но это нормально для маркеров, в принципе. Burned Sienna. Следующий – 98 – Chestnut Brown. Это ореховый коричневый. Ну да, такой классический. Коричневый. Иногда его называют просто Chocolate, шоколадный. Chestnut Brown. Так что теперь тут у нас 102-й Row Umbra. Умбра. Такая грубая. Row грубая. Умбра. Вообще люблю умбры. Такие коричневатые цвета. Ну вот здесь предлагается, опять же, с зеленоватым оттенком. И тоже я вижу сходство с бронз грин. Есть у них очень много общего. Очень похожий цвет. И последний коричневый, который здесь заявлен, это 91-й Natural Oak. Натуральный дуб. Так, посмотрим, какой у них дуб. Вот он очень похож на Chestnut Brown. 91-й. И еще 4 красивых оттенка у меня есть, которые тоже, на мой взгляд, пойдут в интерьерный скетчинг очень хорошо. Это Wine Red. Винный, красный. Ой, что-то с колпачком произошло. Решил выскочить. Так, это у нас единица Wine Red. Следующий. Rose Beige. Бежевый, розовый. Ну, он похож очень на Potato Brown, кстати, вот на этот. То есть некоторые цвета дублируются, но, в принципе, поскольку это нужные цвета... Так, это Rose Beige. Кто, например, у вас один закончится, этот будет его заменять. Salmon Pink. Это розовый, лососевый. Довольно светлый, приятный цвет. 25-й. Salmon Pink. И 75-й. Dark Blue Light. Интересно, потому что темный, голубой, светлый, если буквально перевести. И он имеет такой довольно сиреневый, необычный оттенок. Довольно светлый, лавандовый. Наверное, для интерьеров в стиле французского Прованса он хорошо пойдет. Dark Blue Light. То есть вот эта у себя палитра, это то, что я бы отнесла к интерьерному скетчингу. Interior Sketching. То есть, в принципе, можно даже эту коробку разобрать на маркеры и разложить их по разным пеналам. Да, то есть давайте еще раз покажу. Вот у нас отряд таких зеленых. Отряд главных бойцов интерьерного скетчинга – это серых. Отряд коричневых. И вот эти четыре тоже мне понравились. В принципе, подборка для интерьерного хороша. Давайте посчитаем, сколько тут пришло. Раз, два. 27 маркеров пойдут вам отсюда для интерьерного скетчинга, при том, что некоторые, кстати, дублируются. И тоже из этого набора мы уже обратили внимание, что несколько цветов подойдет очень хорошо для ландшафтного скетчинга, для изображения зелени. Ну и давайте на отдельном листике я протестирую все остальные маркеры, которые остались у нас в коробочке. Да, потому что моя основная специализация это интерьерный скетчинг, поэтому я так буду разграничивать маркеры. Итак, что тут у нас осталось? Ну вот предположим, что давайте начнем с каких-то зеленых, мы их уже начинали разбирать, так что добьем, так сказать, зеленые. Тут их очень много, для тех, кто любит ландшафтный скетчинг, городской скетчинг. Вообще, это, конечно, такая немножко ядреная, я уже вижу по лицу, но маркеры обладают способностью смешиваться друг с другом, поэтому можно облагородить. Так, вот здесь тоже наконечник немножко выпадает он, имейте это в виду. Но опять же повторюсь, что один маркер в таком наборе стоит 65 рублей, то есть это, в принципе, для того, чтобы начать ваш путь в мир скетчинга, это более чем приемлемая цена. Итак, это у нас был Yellow Green, такой развеселый. Дальше у нас идет 46-й Vivid Green, яркий и зеленый, и, в принципе, он оправдывает свое название. Я помню, когда училась в художественной школе, то нас учительница заставила выбросить из нашей подборки акварели травяную зеленую, потому что она была такая ядреная, и она нам запрещала рисовать траву. Кстати, вот этот называется Grass Green, травяной зеленый именно. И она говорила, что обязательно, чтобы добиться благородного оттенка, нам нужно смешивать цвета. Ну, вы знаете, да, что желтый, если смешать с синим, получится зеленый, но на самом деле получится такой грязноватый зеленый. Но вот мы все радовали за это благородство. Короче, благородный такой грязноватый оттенок, потому что вот эти, они немножко вырви глаз, то, что я называю, очень яркие цвета. Но в каких-то отдельных случаях для деталей, даже для интерьерного скетчинга, если их использовать точечно, они пойдут. То есть этот набор, он не просто так составлялся, не просто так тут подбирались эти цвета. Так, вот этот Turquoise Green Light, что-то с таким французским налетом. Green Light, но больше похож на такой голубоватый изумрудный или какой-то бутылочный оттенок. Вот этот Turquoise Blue. Ой, такой прям цвет моря, знаете, вот для скетчинга в путешествиях. Если вы куда-то на пляжный отдых едете и хотите на пляж порисовать, как я. Я всегда, если я на пляже, я обязательно что-нибудь зарисовываю. Так, этот у нас, ой, называется Mint Green Light. Ну, вообще, он похож на два предыдущих очень. Прямо, ну вот, только если присмотреться, у них совсем микро-разница такая. Так, это был, да, это был 68-й, это 58-й. То есть это 57-й, это 58-й, действительно, они очень похожи. Это Mint Green Light. И последний зелёный, не пойму, что тут написано. А, Veridian. Это новое для меня слово. И вообще, знаете, я люблю очень вот такие насыщенные тёмные оттенки. Прям я бы его назвала зелёный изумрудный бархат. Veridian. Итак, это отряд зелени. Отряд зелёных. Идём дальше. О, кстати, это не все. Вот ещё тут один из отряда зелёных записался. Dark Green называется. Dark Green. Так, тут немножечко этот наконечник хочет выпасть. Тёмный зелёный. Итак, 51. Dark Green. И вот он отправляется к своему семейству зелёных. И давайте посмотрим, что тут у нас осталось. Остались такие радостные, весёлые цвета. Можно их отдать своим детям, если у вас есть дети. Так, ну давайте голубенькие отсюда посмотрим. Голубые, синие. Ну и фиолетовые захватим, и чёрные. Потому что потом у нас остались только вот эти цвета счастья. Цвета радости розовенькие. И так. Цирулиум. Цирулиум Blue называется. Я помню, когда в Мухе училась, это СПБ Гахпа имени Штиглица, художественная академия. И в школе я очень любила цвет цирулиум. Но там в красках в акриле он совсем другой, не такой, как здесь. То есть, видимо, тут то, что он Цирулиум Blue, придает ему иной оттенок. Итак, дальше у нас 67-й цвет. Да, тоже такой из серии Цвета моря. Так, вот тут кое-где стерлись надписи. 67, Pastel Blue. Ой, какой насыщенный, кстати. Вот это у нас Cobalt Blue, больше похож на Ультрамарин. Вот ещё раз повторюсь, да, поэтому так важно делать вот такую выкладку цветов. Так как, например, я жду от Cobalt Blue прям Cobalt голубой. А здесь Ультрамарин сидит, оказывается. Так, чтобы не попасться в скетч. Вот он, вот он Cobalt Blue на самом деле. Но здесь он называется Sky Blue. Голубое небо. Вообще, вот это классический Cobalt. Прям Cobalt-Cobalt. 76, Sky Blue. Так, дальше. Королевский голубой. Королевский голубой. Вот такой классический, прям синий. Очень нравится мне оттенок Royal Blue. Хорошо смотрится. 74, Brilliant Blue. Прямо. О, вот это тоже. Тоже такой Ультрамариновый насыщенный. Похоже они с этим. Итак, это у нас 74, Brilliant Blue. Какой тут у нас еще остается? Так, тут немножко... А, Ice Blue, наверное, тут написано. И вот с этим что-то не то. Из него вытекает, видите, да? Красочка. Потек немножко маркер. Так, ладно. Отек наш товарищ один. 65, Ice Blue. И остались вот из этой холодной палитры два фиолетовых. Один, это Deep Violet. 81, Deep Violet. И... Ультрамарин. Ну, какой же это совсем не Ультрамарин? Потому что Ультрамарин у нас вот и вот. Ближе. Это такой сиреневый. Ну, ладно. Выпишем, как он тут называется. Ультрамарин. И обычный черный наш. Давайте посмотрим. Черный. Ну, черный. Он и есть черный. 120, Black. Так, что там у нас осталось? Осталась у нас вот такая развеселая команда. Давайте начнем с самого спокойного из нее. Цвет, который, кстати, мог бы понадобиться вам для фэшн-скетчинга. Ну, и, кстати, в интерьерный скетчинг он тоже нормально заходит. Это 28, Fruit Pink. Pink. Потом давайте по-розовым тогда пройдемся, раз уж пошло дело. Pale Pink. Типа палевый. Ой, кстати, очень красивый оттенок розового. Знаете, такой прям цвет сакуры какой-то цветущий. Потому что очень часто пошлые бывают, очень розовые. Как барби. Такие розовые барби. Ну, вот как этот, например. Ну, то есть позитивный, девчачий цвет. Для фэшн-скетчинга нормально. Кто девочек любит рисовать. Pastel Pink. Вот, еще веселый точно будет Vivid Pink. Яркий, розовый. Вот этот тоже. I'm a baby girl in a baby world. I'm a plastic. It's fantastic. You can touch my head. Look it everywhere. Кто помнит группу Aqua, пишите мне в комментариях. Вот еще один веселый. Опять тут немножко стержень выходит. Так, 84. Pastel Pink. Вот это у нас что-то такое. У нас это Pale Purple. Палевый, пурпурный. Ну, кстати, немножко поблагороднее этот оттенок. 89. Pale Purple. И остался у нас вот такой Azalea Purple. И да, он, правда, похож на Azalea по цвету. Классический цвет Azalea именно такой. 87. Azalea Purple. Так, ну все, с розовыми мы разобрались. Давайте дальше вот эту палитру добьем, так сказать. Вот оранжевые пошли. Это у нас Vermillion. Vermillion, такой как апельсинчик прям. Vermillion апельсиновый. Еще из оранжевых Marigold. Что-то немножко тут на маконичнике. Как будто... А нет, все нормально. Так, это у нас 24-я Marigold. А потом 23-я. Ну вот Orange, просто апельсин. Тоже вот кто, может быть, фудскетчингом занимается, рисует еду. Вот вам, скорее всего, вот эти вот оранжевые могут даже хорошо пригодиться. О, кстати, вот еще пропустила я из розовых Cherry Pink. Я просто подумала, что это красный скорее. Но называется он Cherry Pink. Повишневый. Розовый. Вообще, такое целое творчество, по-моему, придумывать названия для маркеров. Можно очень поэтичные придумать. И это у нас что? Это у нас карминовый. 11. Кармин. Ну, просто алый. В общем, можно его назвать. И остались два товарища. Pastel Yellow. О, кстати, красивый желтый, действительно. Я бы, может быть, его даже отправила я бы себе в интерьерный скетчинг. Давайте так вот, например, обведу. А, 37. Pastel Yellow. Что-то уже, я помню, было с Pastel. Pastel. И Lemon Yellow. Лимонный, желтый. Такой вот у нас солнечный. Солнечный цвет. Так, какой у него номер? 35. Lemon Yellow. И подарочки. Тут бонус. То, что я называю, бонусы-бонусы. Какой-то просто, ну, вот, маркер черный тонкий. В принципе, он действительно может пригодиться. О, смотрите, они белую ручку положили сюда. Надо ее расписать только. Ну, белая ручка в интерьерном скетчинге вообще всегда сгодится. Тоже, кстати, ручка называется Touch New. И это что? А, это типа линер. Кстати, очень хорошо из него идет. Прямо под цвет ногтей мне подобрали. Красивый такой наконечник. И действительно, вот это мне очень нравится. А белый надо белый. Не, ну нормально. Ну, течет он как нормальная, знаете, обычная ручка белая. То есть, ни больше, ни меньше. Но, учитывая, что это три подарка, очень приятно. Итак, давайте разберем вот эти два листика. Да, то есть, вот для интерьерного скетчинга, то, что я подобрала. Ну, плюс еще вот этот вот мне понравился. То есть, то, что точно для интерьерного скетчинга хорошо. Это все серые, холодные, теплые, вот эти вот. А, кстати, я думала, пастель. Что мне напоминает? Вот этот пастель green очень похож на пастель yellow. То есть, в принципе, они друг друга дополняют. Вот эти вот темы с зелеными серыми и коричневыми серыми тоже хорошие. Ну, вот с коричневых, пожалуй, так много для интерьерного скетчинга мне было бы и не нужно. То есть, например, мне было бы достаточно или chestnut brown, или natural oak, ну, вот, или burn sienna sienna jona, или raw, или грубая umbra. В принципе, они тоже, вот, практически дублируют друг друга. Ну, вот этот вот brick brown, кирпичный коричневый. Там, если какой-то кирпич в интерьере рисовать. Вот этот potato тоже мне нравится. Ну, и вот из этих цветов, вот этот немножко странный. Он все-таки в сиреневый выходит. Я не сказать, что прям часто им пользуюсь. Ну, кстати, вот терракота мне нравится. Смотрю, я сейчас на нее. Salmon pink обязательно, потому что такие вот светлые могут часто пригождаться. Ну, и вот эти уже на ваше усмотрение. Ну, вот из каких-нибудь зелененьких один, например, бронзовый и зеленый. Да, то есть, вот, в принципе, подборочка для интерьерного, если так, совсем сжато. То есть, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ладно, этот пастель. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, да. 20 цветов для интерьерного скетчинга. Вот из этого набора очень хорошо. А дальше вы можете уже играть. Если вам интересен ландшафтный скетчинг, то для ландшафтного, да, вот эти вот зеленые, благородные обязательно. Да, чтобы не вот такой вот вырви глаз яркий, просто я им буду обводить. Вот эти, вот этот yellow green, кстати, хороший, он светлый, довольно приятный. А потом мне тут нравится из этих зеленых, ну, пожалуй, только вот mint green. Это уже больше для путешествий, да, если вы рисуете, например, на пляже. Так, ну и для фэшн-скетчинга давайте это розовым буду обводить. Вот какие-то светлые такие оттенки очень подходят. Вот палевый розовый тоже очень хорошо. Все, что вот похоже на цвета кожи. Вот salmon pink тоже, да, он такой двойной. И туда, и туда. Обязательно в фэшн тоже вся серая подборка опять идет. Вот и теплая, и холодная. Вот эти тоже пойдут в фэшн. Ну, в общем, посмотрите. Какие цвета, какое разнообразие. Ну, для начала, вообще, если у вас такая ситуация, что вам нужно бюджетно купить набор недорогой маркеров, то вот это отличный вариант. Тут, конечно, не все идеально. То есть где-то подтекает, где-то вылезает этот наконечник сам, да, но это такие единичные случаи. В общем и целом, это хорошая цена 3900 для набора из 60 маркеров. Просто поиграться, потестировать, по-моему, самое то. Вместо того, чтобы там разоряться на копике сразу же, да, если вы еще не понимаете, хотите вы скетчингом сниматься, не хотите, вот этого добра, да, вам более чем достаточно. Смотрите, вот, куда я их выложила, прям вообще какое-то огромное количество. Еще в коробке они смотрятся нормально. Здесь их прям много-много, да, и вот красота моя для них. Здесь вот тонус, что у меня прям сразу глаз понятно. Я вижу, какие подойдут. Ну что, ребят, я надеюсь, вам понравился этот мой видео-обзор. Пишите свои комментарии. И давайте еще раз итог подведу, то что это был обзор маркеров Touch New, 60 цветов, набор стоил 3 900 рублей. Я бы назвала этот набор универсальным, потому что в нем можно найти оттенки для любого вида скетчинга, хоть для интерьерного, хоть для фэшн, хоть для ландшафтного, для какого-то городского и скетчинга в путешествиях, для фуд-скетчинга, для скетчинга зарисовок еды. Так что я хочу просто в конце пожелать вам удачных покупок и творческих успехов. Все, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok